Детские площадки, игровые комплексы, газоны, парковки, ограждения – необходимые элементы городского благоустройства, которые этим летом масштабно устанавливают в Солнечногорске. Все это часть районной программы по благоустройству, она назвала давно. И сегодня уже заработала. Бараново, Советская, Прожекторная и другие улицы теперь в новом свежем варианте. На очереди следующие кварталы. 25 внутридворовых территорий уже в 2014-м обретут современный облик, обеспечив солнечногорцам комфортную среду для жизни и отдыха. И это только начало, говорят районные власти. Что будет дальше, где и когда еще ожидать положительных изменений? Благоустройство и ремонт. Об этом поговорим сегодня с главой Солнечногорского района Александром Якуниным. Здравствуйте. Добрый вечер. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Задавайте вопросы, высказывайте мнение. Телефон 64-65-95. Вопросы мы также принимаем через социальные сети, на сайте городского форума и по электронной почте. Координаты на ваших экранах. Александр Владимирович, 25 дворов запланировано благоустроить. Расскажите подробнее, что включает в себя комплекс работ. Комплекс работ по благоустройству включает в себя устройство парковочных проездов, устройство газонов, это ремонт и расширение внутриквартальных дорог, установка детской площадки, это тротуары. Это тот комплекс вопросов, которым необходим жителям. Здесь, вы знаете, мы сейчас каждую неделю ездим по дворовым территориям. Например, позавчера я был в поселке БМО и встречался с жителями. Мы как раз обсуждали благоустройство при домовой территории. Конечно, комплекс вопросов большой. Здесь и сухостой. Вы сами знаете, что сухостой практически везде. На территории района сейчас мы провели экспертизу и насчитали 2200 деревьев, которые необходимо спилить. Я сделал программу, уже ее утвердил. И со следующей недели мы начинаем борьбу с этим сухостоем. Этот сухостой копился на протяжении многих лет. Дальше, что беспокоило, допустим, жителей поселка, это бездомные собаки. С завтрашнего дня мы начинаем уже операцию по бездомным собакам. В частности, в поселке Санаторий. Да, в частности, да, конечно. Это проблема была. И у нас уже есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос Александру Владимировичу. Здравствуйте, Александр Владимирович. Да, добрый вечер. Как бы вопрос вам уже задавал по поводу установки новых лифтов. То есть вы вроде записывали про наш дом. Это выстрел 2, первый подъезд. Но в списке я что-то не нашел наш дом. То есть получается, наверное, ничего делать никто не будет. Ну, по поводу установки лифтов, это входит в капитальный ремонт общего домового имущества. На сегодняшний день в программу капитального ремонта на территории городского поселения Солочногорска вошли у нас 49 домов. Из них в 33 домах будут установлены лифты. Фонд капитального ремонта уже разыграл конкурс и буквально с 15-го, с 20-го августа вот в те дома, которые включили в программу, это 33 лифта, уже выйдут рабочие по замене лифтов. К сожалению, я сейчас не могу вам четко сказать, попал ли ваш дом в эту программу или нет. Давайте мы тогда свяжемся после программы с вами и уточним, когда это будет. Но задача стоит по капитальному ремонту очень серьезная, и я вам говорю 100%. Если ваш дом не попал под замену лифта, значит он будет внесен туда на 2015 год. Это будет однозначно. Здесь вы сами знаете, что сейчас жители платят по 7,30 и деньги аккумулируются в фонде капитального ремонта. И мы на сегодняшний день должны до 7 августа дать заявки на следующий год, какие дома будут ремонтироваться, какие работы будут производиться. Это где будет замена лифтов, замена кровель, замена ремонт фасадов и внутридомовые ремонты. Ну где-то этот перечень наверняка будет. Да, перечень, конечно, есть. Давайте я тогда попрошу, чтобы его вывесили на сайте администрации, наверняка он там есть. Ну давайте напомним, какие дворы, если возвращаться к нашей теме по благоустройству внутридворовых территорий, уже приведены в порядок, какие в ближайшее время и на перспективу. Ну вот в порядок на сегодняшний день приведены дворы. Я вот сейчас, это Бараново, дом 9, дробь 24, почтовый дом 22 и еще несколько улиц. Информация по благоустройству дворов, вот что мы хотим сделать, будет размещена на сайте администрации, в средствах массовой информации. Я вас также попрошу, чтобы вы донесли жителям, какие дворы будут сделаны. Я еще хочу сказать о том, что вот эта программа по ремонту благоустройства дворовых территорий, эта программа рассчитана на внебюджетные деньги. Я хочу сказать большое спасибо тем предприятиям, тем бизнесменам, которые остались неравнодушны и которые участвуют в этой программе. Я считаю, что бизнес-предприятия наконец-то поверили администрации района и участвуют именно в благоустройстве дворовых территорий. Именно и каждый житель района это будет заметно. И мы каждого бизнесмена, мы его представим и покажем, что это сделан тот или иной человек. Программа по благоустройству, как я понимаю, будет продолжать реализовываться и в следующем году? Да, ну вот также я хотел сказать, что в ближайшее время мы проведем благоустройство улицы Красный, дом 37, улицы Почтовая, дом 19, 21, улицы Баранова, дом 5, улицы Красный, дом 64, 66, 68. В перспективе это, конечно, мы должны сделать микрорайон ЦМИС, улица Ветлинская с улицы Ленинградская, микрорайон Рекенцо, центральная часть города, курсы Выстрел и, конечно, это Тимонова, санаторий МОО и дом отдыха Ильича. Это у нас в планах. В планах. То есть, ну это в частности может и в 2015 году продолжаться, часть территорий, да, каких-то? Нет, конечно, я еще раз повторяю, что мы это делаем за внебюджетные деньги. Я еще раз хочу сказать, что в бюджете не было предусмотрено ремонта придомовых территорий, чем мы сейчас занимаемся. Естественно, при формировании бюджета на 2015 год, а мы уже этим занимаемся и должны закончить формирование к концу сентября, естественно, мы уже для себя четко будем понимать, какие территории мы будем делать. И, естественно, я четко для себя понимаю, что бюджет все равно такую нагрузку не вытянет. И всегда, и на следующий год также мы будем привлекать бизнес вот к таким социальным проектам. Здесь же бизнес работает на территории, и он должен участвовать в жизни Солочногорского района. Конечно. И очередной телефонный звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Владимирович. Я хотела бы задать, мы живем около администрации улицы Безверхова. Мы хотели бы вас, во-первых, пригласить к нам на территорию улицы Безверхова, посмотреть, какое у нас безобразие. В Барате все заросли травой со стороны парка. Вообще ничего не видно. Трава не обкашивается. Митриашин ничего не делает. Это, говорит, не его территория. Здесь, говорят, выкуплено все. Ну, просто бальдак. Это у нас такой зародный кустар. Здесь убьют человека, и никому ничего не нужно. И потом я хотела бы спросить, вот, просто надо немножко почаще выходить к вам в эфир, чтобы мы с вами общались. Ну, просто безобразие творится за Безверховой. Барате никому не нужно. Крыть текут. Спасибо. Да, проблема Безверхова – это очень серьезный для нас вопрос. Это сейчас что мы сделали? Сейчас подготовлена уже муниципальная программа. Это ветхое аварийное жилье именно по так называемому центральному микрорайону. Сами вы, наверное, уже знаете, что эта история длится уже, я думаю, шестой или седьмой год. Вот люди так мучаются. Это СМУ-компания СМУ-156, которую губернатор Андрей Юрьевич, мы разорвали с ней эти отношения и благодаря правительству Московской области. Сейчас и ко мне приходили жители на прием с Безверховой. Я очень, практически каждый прием, который я осуществляю в администрации, приходит с Безверховой. Мы обратим ситуацию на те проблемы, которые вы сказали. И что хочу сказать, что в сентябре месяце обязательно пройдет уже аукцион, чтобы мы понимали, кто будет застройщик. И в следующем году там начнется строительство. Это будет нами сделано. Потому что люди так дальше жить там не могут. Спасибо большое. Мы обязательно обратим внимание. Давайте так завтра к вам приедут и посмотрят, что там, где, как, чем мы пока можем помочь, чтобы вы еще прожили там некоторое время, пока не начнется строительство. По крайней мере вопрос заросли, травы, я думаю, вполне реально решить. По поводу того, что чаще надо выходить в прямой эфир, сейчас мы только что с Олесей об этом говорили, да, и приняли решение, что мы будем выходить в эфир чаще. Хорошо. Еще один вопрос. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Татьяна. Пожалуйста, звук убери. Да, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Александр Владимирович, я в начале июня была у вас на приеме. И мы с вами как раз вот говорили про этот аукцион. Вы говорили, что с 1 августа уже будет вывешен этот, на сайте администрации этот аукцион. Но, я так понимаю, там ничего еще пока не сделано. Я звоню не по этому вопросу, звоню совершенно по-другому. Вся проблема в том, что некоторое время назад я просила об установке детской площадки на улице Безверхова между 15 и 17 домом. Приезжал, разговаривал с вашим замом Савановой. Там я вообще ответила, что у нас очень мало детей. А вот буквально недавно, несколько недель назад, вот две недели назад, у нас мальчика 3,5 года сбила машиной на дороге. Детям играть негде. Неужели так трудно найти 300 тысяч и установить площадку? Вы только что ответили о том, что нас могут начать застройку только в 15-м году. А на детей на наших наплевать, что это получается. Спасибо за вопрос. Да, спасибо большое. Я думаю, заместители сейчас смотрят прямой эфир и площадка будет там установлена. Конечно, вы все правильно сказали, то, что, да, строительство начнется в 15-м году, но сейчас надо как-то жить. С учетом того, что там еще сделали дорогу, мы хотим сделать лежачие полицейские, потому что, ну, просто там идет виск машин. Это безопасность наших детей, это переход как раз на пляж. Спасибо за звонок, мы обязательно это сделаем. Ну, мы говорим о городе, да, но в благоустройстве нуждаются также территории поселений городских и сельских. Наиболее, наименее благоустроенные поселения, да, и в каких поселениях нам ожидать каких-то позитивных перемен? Ну, вы знаете, я бы не хотел сейчас говорить в таком формате наиболее, менее благоустроенные поселения, да. Везде, везде не хватает благоустройства. Даже вот как сейчас сказали, что детская площадка стоит 300 тысяч, я вас уверяю, что это меньше. И для неравнодушных людей поставить детскую площадку, ну, это просто ерунда. Здесь нужно некая цель и устремление. Мы проводим, я провожу совещание с главами. Сейчас 11 поселений в Солочногорском районе. И каждое поселение будет активно заниматься благоустройством. Активно будут устанавливать детские площадки. На сегодняшний день на территории Солочногорского района будет установлено, вот я имею в виду по поселениям, будет установлено примерно около 50 детских площадок. И мы уделяем этому самое пристальное внимание. Еще один телефонный звонок для вас. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте, меня зовут Марина Валентиновна. Мы живем в прожекторной, дом 9, первый подъезд. У нас здесь небольшой скверик вот сбоку. И зимой все время ставят сюда машины. Не взяли какое-нибудь ограждение. Там раньше были кусты, потом их вырубили. И теперь машина заезжает почти к нашим окнам. Спасибо за вопрос. Прожектовый дом 6. За пожелания, наверное. Да, да, да. Спасибо, да. Мы обратили внимание. Доедем, посмотрим. Вообще, вот если проехать по городу, мы видим, что машины ставят на землю, на траву, отсюда, когда дождь, получается, грязь. Понятно, что это так делать нельзя. Но, с другой стороны, надо понять все-таки и тех людей, у кого есть машина. Конечно, для них надо сделать парковочные места, чем мы сейчас и занимаемся. И дальше уже, если они заезжают на газоны, дальше их штрафовать. На сегодняшний день утверждена в Московской области программа. Это Госадомтехнадзор сделал. И те люди, которые будут наезжать на зеленую зону, будут выписывать штрафы. То есть, там будут достаточно просто фотографий, и людям будет приходить меток. На прожекторную Дом-6 завтра мы тоже обратим внимание и посмотрим, что там можно сделать. Летом также были отремонтированы дороги. Давайте проясним, на каких улицах города до конца года положат новое полотно. То есть, есть ли какой-то перечень? Если есть, давайте его огласим. Да, вот я сейчас тогда хочу сказать, что в настоящее время выполнены у нас... Это улица Спасская, Новослободская, Октябрьская. Участок от улицы Урицкого до улицы Липк-Нета. Проезд от улицы Банковской до улицы Крупской вдоль озера Сенеж. Это Некрасово и проектируемое. После восстановления линии водопровода планируется ремонт проезжей части от улицы Горького, улицы Держинского и от улицы Безверхово до улицы Бараново. Также в 2014 году планируется благоустроить улицу Гражданская, автомобильная дорога от автодороги М-10 до Магнита. Со строительством тротуара и парковочных зон. Также будут сделаны, обновлены парковочные стоянки на проезде от улицы Банковской до улицы Крупской. То есть речь идет о том, что не только положат новое полотно, но и соответствующая инфраструктура также будет оформляться. Да, вообще я уже сказал о том, что мы формируем бюджет на следующий год и делаем муниципальную программу по дорогам. Мы прекрасно понимаем, что без этой программы вообще нельзя существовать. То есть эта программа будет рассчитана на три года. Мы туда включим все дороги плохого качества. Я прекрасно понимаю, какое состояние дорог. Вот сейчас я даже ехал на телевидение, ну это действительно, ну там нет дороги. Где нет дороги, мы будем делать ямочный ремонт. Пока хотя бы, чтобы люди почувствовали, чтобы машина могла хотя бы ездить. Потому что это безобразие здесь то, что творится. Вопрос из нового микрорайона Рекенцо-2 на Солнышногорском форуме оставил пользователь. Небольшой участок дороги от улицы Ухова до вновь построенного торгово-развлекательного гостиничного комплекса. Сбоку от дома того, что из красного кирпича. Дорога полностью в ямах, которые образовались от проезда там строительной техники. Возможно ли в ближайшее время ремонт участка длиной не более 100 метров? Ведь по сути сломали дорогу строители. Сделать должны ее тоже они. Но без контроля со стороны администрации это вряд ли произойдет, считают наши жители. Да, спасибо за вопрос. Обязательно мы обратим на это внимание. Вообще здесь ситуация такая. Мы прекрасно понимаем. Вот я сейчас объезжаю, вот сегодня был в Андреевке, был в Голубом. Там тоже идет строительство. И прекрасно понимаю для себя, что вот эти строители, они эту дорогу и разрушают. И они ее обязаны сделать. Завтра мы тогда пригласим этого предпринимателя. Я думаю, что он и сейчас нас слышит. И дорогу мы это сделаем. Хорошо. Лето близится к завершению. Но тем не менее погода у нас устойчива, хорошая, теплая. Люди отдыхают на берегах у озера Сене, ждают других водоемов. И ранее говорилось о том, что не все пляжи, вот на 100% обустроены и готовы. Что делается в этом направлении? Что касается пляжей. Понятно, что в этом году, можно сказать, мы не успели это сделать. Сейчас я прекрасно понимаю, что по дороге в Тимоново, что там происходит. Мы разрабатываем концепцию пляжей в Солочногорском районе. Над ней мы начнем работать уже в 2014 году. И в 2015 году у нас будут совершенно другие пляжи, обустроенные. Мы не будем туда пускать никакие автомобили. Должны быть парковочные места. И дальше люди должны идти на пляж и отдыхать. Должны стоять мусорные контейнеры. Всю эту проблему мы знаем. Еще раз хочу сказать о том, что разрабатываем концепцию. И предложим бизнесменам облагородить наши пляжи. Это позиция и Андрея Юрьевича Воробьева. То есть, каждый кусок земли, то ли он на пляже, то ли еще не может быть без хозяина. То есть, если это без хозяина, значит, там все происходит именно таким образом, как сейчас. Что касается пляжей, зон отдыха. Это у нас будет Веретеевский берег, озеро Сенеж. Никольский берег, Тимоновский берег. И прибрежные зоны Екатеринского канала в границах городского поселения. Также это будет берег реки Истра в районе деревни Миронцево. Истра в районе деревни Пятница. Менделеево в районе реки Клязьма. И берег пруда Савельева. Также, вот сейчас я сказал про пруды. Будет у нас программа. Мы хотим обратить внимание на пруды, чтобы их вычистить. Потому что, ну, всегда в деревнях есть пруды, и жители туда ходят купаться. И много вопросов, конечно, в каком состоянии они сейчас находятся. В завершении нашей программы давайте напомним каналы обратной связи с вами. То есть, куда могут жители к вам обратиться. Давайте озвучим. Да, ну, жители могут обращаться на мою электронную почту. Жители могут обращаться на страничку в Твиттере. Также жители могут обращаться на прием. Вот хотел еще сказать насчет приема жителей. Ситуация такая. То есть, прием осуществляется каждый понедельник. Но жителей настолько много. Вот сегодня я встретил в администрации жителя района, который приходил, приходила на встречу к заместителю. И говорит, вот уже в январе месяце записалось, а попасть все не могу. Но прием мы ведем. Вот кто ко мне приходил на прием, уже знает, что прием это с трех часов и примерно до восьми, до полдевятого, иногда до девяти вечера. Сегодня, буквально после встречи с этой женщиной, я подготовил распоряжение, что каждый заместитель будет вести прием раз в неделю. Раньше они это делали два раза в неделю. Со следующей недели, еще раз хочу сказать, каждый заместитель по каждому направлению, это ЖКХ, социальное, строительство, потребительский рынок, будут вести, безопасность, будут вести каждую неделю прием. Так что всех прошу записываться на прием. Записаться можно на прием, если позвонить в администрацию, я думаю, через сайт администрации. Пожалуйста, приходите. Чем больше у нас информации от жителей, тем больше мы понимаем, куда надо двигаться. Потому что только через общение с вами это можно сделать. Хочу сказать большое спасибо за телефонные звонки. И обязательно мы будем теперь с вами почаще встречаться и выходить в прямый эфир. Мы вас приглашаем. На самом деле вопросов пришло гораздо больше. Мы просто у нас, к сожалению, закончилось эфирное время. Но нашим телезрителям я могу сказать, что все вопросы мы направим в соответствующие профильные комитеты. И ответы, надеемся, в скором времени будут получены. И время нашей передачи подошло к концу. Сегодня в студии был глава Солончногорского района Александр Якунин. Мы говорили о благоустройстве в городских и сельских поселениях. Спасибо вам за беседу. До новых встреч. А вам, уважаемые телезрители, я напоминаю, наши выпуски вы можете найти на сайте somtv.ru и в социальных сетях. Мы всегда ждем ваших тем. Звоните 64 65 95. Пишите на почту важная тема собакаяндекс.ру. Оставляйте сообщения на сайте городского форума от районуя W. солнечногорск.нет. Будьте в курсе важных тем и принимайте верные решения. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok